Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Самарской области создан пилотный проект «Единый склад». Оптово-распределительный центр поставляет продукты в социальные учреждения региона и контролирует их качество на более высоком уровне. Три фермы, сотни голов крупного рогатого скота – прочная основа деятельности Летниковского сельского потребительского общества. Предприятие поставляет мясо по всей области, добросовестный поставщик с которым, благодаря проекту «Единый склад», теперь работает огромное число социальных учреждений региона. Эта точка находится в Самаре. Каждое утро из ворот выезжает несколько машин с продукцией. Перед рейсами обязательная строгая проверка качества. Сверяются все документы, лабораторные анализы и, конечно, визуальный осмотр будущих стейков. Все данные вносятся в систему «Меркурий». В программе можно отследить всю историю движения мясной продукции. «Корова гуляет у нас, пасется, она биркуется, чипуется. То есть бирка потом, все это в системе есть. То есть потом при ее забое все это указывается, когда, кем она была забита, какие лабораторные исследования проводились и на какие цели она была направлена». В ближайшее время на этой площадке общество планирует открыть свою лабораторию. Однако не у всех сельхозпроизводителей есть такая возможность. Именно поэтому несколько месяцев назад в регионе заработал проект «Единый склад». Проверка качества поставляемых продуктов здесь проходит централизованно. К тому же контроль еще более жесткий. «Мы, отправляя продукцию со своего склада, здесь ее проверяем, она проходит контроль. Потом она поступает на центральный склад. И на центральном складе, там, конечно, у них еще более жесткий контроль качества. И тем самым мы более спокойны, что заказчики уже получат качественную и хорошую продукцию». Ежедневно через склад проходит 17 тонн продуктов питания. «Здесь есть все условия для хранения овощей, фруктов, мяса и напитков. Поддерживается мультитемпературный режим, есть холодильники. Проверка начинается сразу же при поступлении товара на склад. И снова первым делом документы. Они сверяются по базам контролирующих органов. Затем приходит время контрольного отбора». «Выборочно берется какой-то процент от партии, согласно ГОСТу, как там прописано. Все это режется, чистится, взвешивается и берется процент, и он транслируется уже на всю партию». Сотрудники склада признаются, с начала работы проекта браковали до 30% товара. Свести эту статистику к нулю – одна из приоритетных задач, поставленных главой региона Дмитрием Мазаровым областному правительству. «Первые результаты показывают, что мы добиваемся своей цели. Более 20 тонн некачественных продуктов питания не поступили в наше учреждение. Мы выявили огромное количество фальсификата. С более 30, чем с 30 поставщиками нам пришлось расстаться. Многие из них были включены в реестр недобросовестно». Пока склад обслуживает соцучреждения в четырех районах области. Отсюда продукты питания доставляют уже не аграрии, а машины логистической компании. Тем самым снижаются затраты на логистику. А значит, региональные сельхозпроизводители смогут снизить затраты на производство и получить преимущество на государственных торгах. «В дальнейшем, когда этот проект будет распространяться уже на всю область, мы будем рассматривать в том числе склады, которые находятся, допустим, в Сызране, или в Шигонском районе, на севере, на юге области. Этот вопрос нам сейчас прорабатывается. Мы ездим, смотрим помещения, соответствуют ли они требованиям законодательства». Правительством региона проект признан успешным. Новый формат работы решено распространить на всю область. «Мне очень нравится идея создания единого склада с реестром предприятий, которые могли бы представить информацию о производимой на их базе продукции. Причем я уверена, что пройдя местную сертификацию в этих, скажем так, очень серьезных лабораториях, мы будем иметь возможность предоставить данные по нашим объемам производимой продукции». Вопрос поставки. В соцучреждение качественных продуктов поднял в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона призвал так выстроить работу, чтобы даже сомнений не было в том, что питание в столовах организовано по высшему разряду. По его мнению, практику единого склада нужно распространить и на школы области. «Хорошим примером здесь может служить пилотный проект по централизованной поставке продуктов питания в 42 социальных учреждениях и интерната постоянного пребывания. И в текущем году этот опыт надо по максимуму распространять на учреждения образования и здравоохранения региона». В ближайшие полгода число социальных учреждений, которые включены в проект «Единый склад», вырастет до 100. К 2021 году охват составит 100%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова